Привет всем ценителям качественного алкоголя! Сегодня у нас на дегустации портвейн, или же порту, как мне примечено его называть. Портвейн – это слово голландского происхождения, закрепившееся в русском языке, потому как именно голландцы познакомили нас с этим изумительным напитком из Португалии. Не все десертные вина могут быть крепленными, так как вторичное брожение дает нам не более 16 градусов, поэтому чтобы вино именно что крепить, нам необходимо работать на дрожжевом осадке и в определенный момент процесс ферментации прерывать, добавлять в наше бородящее винишко с его осадочными сахарами бренди по чуть-чуть, по капельке помаленечку, и таким образом общий градус повышается у нас до 19-20. Ну и вот сегодня, собственно, хочу немного реабилитировать портвейн. До сих пор, с изумлением, встречаю слегка пренебрежительное отношение к нему иногда в русскоязычном комьюнити. Наверное, это еще идет со времен тех далеких, времен портвейшка. Хряпнул портвейшка стакан, разыгрался мой баян или что-то в этом роде. Ребят, никакого портвейшка не существует, вся эта бурда, эти три семерки, три топора и так далее, не имеет никакого отношения к портвейну. А приори порту не может быть дешевым, хмельным пойлом. Порту это вино с географически защищенным наименованием, присвоенным ему еще в стародавние времена, середина XVIII века, одному из первых. И может производиться оно только в Португалии, причем не абы где, а в долине реки Дору, знаменитой своими автохтонными сортами винограда. Там их более 150 как красных, ну так и белых. Стилистически порту подразделяется на три типа, это прежде всего руби, это тоуни и, наконец, уайт. Английская терминология, все связано с цветами. Руби такой насыщенный, интенсивный, рубиновый, тоуни переводится как огненно-рыжий. И уайт это отсылка к белому винограду, такой соломенный цвет, похожий на белое наше винишко. Они могут быть более сладкими, более сухими. Там много разных категорий, винтажные портвейные, портвейные резервы, так называемая колейта. Мы сейчас не будем касаться вот этой классификации. Быстренько пробежимся и скорее к дегустации. В нашем случае мы имеем дело с как раз-таки белым портвейном, уайт, но не просто белым портвейном. Потому как портвейны белые, а значит, используя в качестве сырья исключительно белые сорта винограда, они, как правило, выдерживаются в дубовых чанах не более 4 лет. Большие дубовые чаны по 2000 литров. А вот, скажем, Тони, когда используются красные в основном сорта винограда, там все может быть по-другому. Там технология позволяет выдерживать десятилетиями эти виды портвейна в дубовых бочках по 600 уже литров. То есть совсем другая технология. Здесь же у нас как раз-таки белый портвейн, но более длительного срока выдержки. Смотрим, уайт порту 10 лет. То есть посмотрите на цвет, никакой он не соломенный. Это именно что, вот такой рыжевато-красный, более присущий Тони. То есть, по сути, данное вино имеет типичные характеристики выдержанного Тони, но со своими вот особенностями и изюминками. Потому как здесь использовался исключительно белый виноград. Какие именно сорта? Ну, это прежде всего Мальвазия Фина, это Кодега, это Рабигату и Оринту. Поэтому будем потихонечку вскрывать и пробовать уже. Да, что я хотел сказать. Обратите внимание на марку. Карантинная марка с индивидуальным номером. Надеюсь, так будет видно. Это доказательство того, что именно настоящий портвейн. И это связано даже не с проблемой подделок, а связано в США. Связано именно с американской политикой и, собственно, не уважением американского рынка к европейским нормативно-правовым актам. Вы думали, что только в странах бывшего СНГ не уважают географические защищенные именования? А нет. Дело в том, что в США, это уже очень долгая история, которая длится не один век, до сих пор производится напиток под наименованием порт. Порт. Без О. Да? Без О. Не буду даваться так подробности, но они считают этот напиток как бы отдельным видом. То есть видом десертного вина считают, что это скорее технология производства вина, а не обязательно, что географически защищенное именование. То есть порт может быть не только из Португалии, он может быть, например, из Калифорнии, что для меня, естественно, звучит как полный абсурд. Это как, не знаю, коньяк из Московской области, но, тем не менее, вот они до сих пор судятся, и португальцы используют вот эту вот марочку, чтобы лишний раз нам доказать, ребята, это настоящий портвейн. Вот так-то. Скрываем. Чем хорош выдержанный портвейн, в данном случае Уайт, тем, что его не нужно деконтировать, не требует он аэрации, просто наливаем. И даем возможность чуть-чуть ему аккроматизироваться, чуть-чуть подышать буквально вот в самом нашем бокале. И портвейн уже готов к употреблению. За 10 лет, поверьте мне, он там надышался. Давайте немножечко почитаем, что нам тут предлагают. Так, изготовленный из винограда, я вам перечислял, янтарного цвета, это с притягательными ароматами, вкус насыщенный, будет прекрасным сопровождением фуа-гра, сыру-рокфор, ну, каждому своё. Орехи, крем-брюле, согласен, прекрасно подходят в качестве дежестива. Да, безусловно, портвейн, говорим портвейн, подразумеваем дежестив, но я так думаю, что этот вариант белого портвейна, выдержанного, может подойти и в качестве аперитива. Подходит в сочетании к сигаре, ну, у нас канал о сигарах, поэтому, ну, что и говорить, да, подходит безусловно. Рекомендуется подавать при температуре 12 градусов. Ну, если честно, давайте как-нибудь вот так. Я не совсем согласен, да, безусловно, это правильно, я не собираюсь тут спорить со специалистами. Белые сорта винограда, белые портвейны, так же, как и с белым сухим вином, мы подаем более охлажденным. И проблема в том, что на 12 градусов мы не сможем уловить вот эти мельчайшие ароматические нюансы, которые могут раскрыться, масла, эфирные масла могут раскрыться на 14-16 градусах. То есть, будет безумно приятно, будет хорошо заходить, освежать, но, если вы хотите полностью прочувствовать палитру, я предлагаю все-таки чуть-чуть повысить градус. 14-16, вполне, ну, вот такой замечательный цвет. И давайте уже переходить к нашему аромату. Ну, фрукты, безусловно, впереди. Ему нужно дать чуть-чуть времени, чтобы раскрыться. Вроде как 10 лет, это не абы что, но, опять-таки, замечу, это не Тони, да, который выдерживается 10, 20, 30, 40 лет. Это белый портвейн, белые фрукты, яблоко, как же это называется, среднеазиатское название, забыл, забыл, сейчас, минуточку. Айва. Угу, айва. Какой-то мере даже изысканный вкус, точнее, аромат. Характерная палитра для Тони, но без сухофруктов, без влияния доминации сухофруктов. Здесь, скорее, такой киш-миш легкий, белый виноград, немного меда и переспелая, переспелая груша. И чувствуется выдержка. Очень-очень хороший аромат, выдержанный. Что касается самой винодельни, Андерсон. Это старинная винодельня, не очень большая, у них всего 40 гектар, но это Квинта де Саранис, один из лучших теруаров. Заметили, что название в основном английского, либо североевропейского происхождения, да, у Портвейна это Доус, это Тейлорс, Грэмс, Андерсон, датский вариант и так далее, Кокбернс. Дело все в том, что именно англичане, по сути-то, и дали Портвейну мировую славу. Все это случилось как раз-таки в XVIII веке. Очередная война между Англией и Францией, война за испанское наследство. И Людовик XIV, король солнца, накладывает торговое эмбарго. И, собственно, импорт французского вина полностью прекращен в Англию. Англичане не растерялись, решили, что называется, дифферсифицировать рынки. И стали возить вино из Португалии. Но это все еще XVIII век, друзья, поэтому вино у нас портится, да, вино окисляется. Это главная проблема. Это-то и была основная причина, почему вино стали крепить. Чтобы морячки могли насладиться винишком во время долгих странствий и путешествий. А португальцы, как мы знаем, это великие морские первооткрыватели. Маску да гамма, Магеллан. Ну и в Англии портвейн не стал напитком для морячков, потому что для морячков в Англии был припасен ром и эль. Портвейн полюбили именно сливки общества, богатые и знаменитые. И они культивировали моду на портвейн, как идеальный дежестив. Ваше здоровье. Интенсивный, сочный, комплексный слюнки типы. Появляется курага, печеное яблоко. И развивается вот эта кулинарная десертная тема. Это арома шарлотки, жареные орехи. И в послевкусии развивается дуб, то есть выдержка здесь. При этом нет горечи, нет вот этой кофейной отсылки. Нет-нет-нет, тут все очень благородно и, знаете, так элегантно, я бы сказал. В послевкусии действительно долгое и такое маслянистое. И главное, нет, друзья, приторности. Нет вот этой излишней сладости, которую периодически можно встретить. Вот в руби нам как раз, у нас ассоциация с портвейном, да, какая главная. Это вот руби, вот этот насыщенный цвет, рубиновый, это мощная, иногда даже слегка навязчивая сладость. Этой интенсивность. Конечно, не все руби такие. Руби шестилетней выдержки, руби винтажные, да. Это произведение искусства своего рода. А здесь же за 20 долларов мы получаем именно что? Элегантный, харизматичный, но вот ненавязчивый, не повергающий в шок и не повергающий в диабетическую кому портвейн. И это мне в нем очень импонирует. Еще глоточек полнотелый, аромат развивается, сам портвейн развивается, не стоит на месте, появляется какая-то вот тоже греночная какая-то составляющая. Я считаю, это изумительный будет аперитив, не только дежестив. Так что, ребята, не бренди единым. Обращаем внимание на десертные вина. Они очень разнообразные, и как только вы попробуете по-настоящему качестве, не обязательно дорогой, совсем нет, 20 долларов за портвейн, это совершенно небольшие деньги. Когда вы почувствуете вот это качество, вы никогда уже не сможете вернуться к той бурде, которая у нас продается. Ну, возможно, я слишком строг и пристрастен. Я знаю, что хорошие вина могут делать и та же Массандра. Но, опять-таки, крепленные крымские вина. Зачем называть их портвейном? Не буду вдаваться в эту дискуссию. Много об этом говорил в выпуске про коньяки. Да. Изумительный портвейн, за не очень большие деньги. Поэтому, друзья, всех призываю пробовать, экспериментировать. С сигарой обязательно зайдет, как мне кажется. И оставайтесь на канале. Впереди много интересного. Много интересных и разных напитков будем пробовать, сочетать с сигарами. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всего доброго. Будьте здоровы. Чао-чао, мигус.